Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Топ-менеджера Вятского фанерного комбината подозревают в коммерческом подкупе. Начальник транспортного цеха этого предприятия в апреле 2021 года получил от гендиректора одной из обслуживающих организаций 95 тысяч рублей. За это он пообещал лоббировать его интересы при заключении договора подряда по проведению ремонта тепловозов, а также дальнейшее подписание актов выполненных работ, которые по факту не проводились, рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. На топ-менеджера Вятского фанерного комбината было заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Максимальное наказание по ней – лишение свободы до 9 лет. Следствие продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего. В Кировской области мошенники действовали от имени Центра управления регионом. Увидели это в сети сами сотрудники ЦУРа, не так давно созданной при областном правительстве организации. В сообщениях говорилось, что ЦУР задействован в проектах по борьбе с бедностью и снижением безработицы и якобы ведет для этого специальные курсы по обучению в сфере инвестпрограмм. Также кировчанам предлагали создать целевой капитал на рынке недвижимости. Для этого, конечно, необходимо было внесение средств. После проверок выяснилось, что указанные лица уже несколько лет собирают деньги с людей, маскируясь под разные виды финансовой деятельности. ЦУР, отмечают в организации, не имеет никакого отношения к подобной коммерческой деятельности. Это орган, который обрабатывает жалобы кировчан и обеспечивает взаимодействие жителей области с властью. Экономика на 101СМ Начался прием заявок на конкурс с молодой предпринимателем России. Участниками могут стать жители Кировской области от 16 до 35 лет. Они могут быть как индивидуальными предпринимателями, так и учредителями или соучредителями юрлица. Номинации конкурса «Интернет-предпринимательство», «Сельское хозяйство», «Франчайзинг», «Производство», «Инновации», «Торговля», «Международное предпринимательство», «Самые занятые» и другие. Проходит конкурс в два этапа. Первый – отбор заявок. Тем, кто пройдет во второй, предстоит создать видеопрезентацию своей деятельности и пройти собеседование. Регистрация на участие проходит до 22 августа на сайте АИС «Молодежь». Победители областного этапа будут участвовать во Всероссийском. И в завершении выпуска курсов валют доллар сегодня 73,57 рубля, евро 86,35. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.